Глава 5. Было дело в Грибоедове. Старинный двухэтажный дом кремового цвета помещался на бульварном кольце в глубине чахлого сада, отделенного от тротуара кольца резной чугунной решеткой. Небольшая площадка перед домом была заасфальтирована и в зимнее время на ней возвышался сугроб с лопатой, а в летнее время она превращалась в великолепнейшее отделение летнего ресторана под парусиновым тентом. Дом назывался домом Грибоедова на том основании, что будто бы некогда им владела тетка писателя Александра Сергеевича Грибоедова. Но владела или не владела, мы от того не знаем. Помнится даже, что кажется, никакой тетки домовладелицы у Грибоедова не было. Однако дом так назвали. Более того, один московский врун рассказывал, что якобы вот во втором этаже, в круглом зале с колоннами знаменитый писатель читал отрывки из «Горя от ума» этой самой тетки, раскинувшейся на софе, а впрочем, черт его знает, может быть и читал, не важно это. А важно то, что в настоящее время владел этим домом тот самый массолит, во главе которого стоял несчастный Михаил Александрович Берлиос до своего появления на Патриарших прудах. С легкой руки членов массолита никто не называл домом Грибоедову, а все говорили просто «Грибоедов». «Я вчера два часа протолкался у Грибоедова». «Ну и как?» «Яуту на месяц добился». «Молодец». Или «Пойди к Берлиозу, он сегодня от 4 до 5 принимает в Грибоедове». И так далее. Массолит разместился в Грибоедове так, что лучше и уютнее не придумать. Всякий входящий в Грибоедово прежде всего знакомился невольно с извещениями разных спортивных кружков с групповыми, а также индивидуальными фотографиями членов массолита, которыми были увешаны стены лестницы, ведущие во второй этаж. На дверях же комнаты в этом верхнем этаже виднелась крупная надпись «Рыбно-дачная секция», и тут же был изображен карась, попавшийся на уду. На дверях комнаты номер 2 было написано что-то не совсем понятное «Однодневная творческая путевка», обращаться к МВ подложной. Следующая дверь несла на себе краткую, но уже вовсе непонятную надпись «Перелыгина». Потом у случайного посетителя Грибоедова начинали разбегаться глаза от надписей, пестревших на ореховых теткиных дверях. Запись в очередь на бумагу у Поклевкиной, касса, личные расчеты скидчистов. Прорезав длиннейшую очередь, начинающуюся уже внизу, в швейцарской, можно было видеть надпись на двери, в которой же секундно ломился народ. Квартирный вопрос. За квартирным вопросом открывался роскошный плакат, на котором изображена была скала, а по гребне ее ехал всадник в бурке с винтовкой за плечами, пониже пальмы и балкон. На балконе сидящий молодой человек с хохолком, глядящий куда-то ввысь очень-очень бойкими глазами и державший в руке самопишущееся перо. Подпись «Полнообъемные творческие отпуска от двух недель». Рассказ новелла. До одного года. Роман-трилогия. Ялта. Сууксу. Боровое. Цикидзири. Мерхенджури. Ленинград. Зимний дворец. У этой двери также была очередь, но не чрезмерная. Человек в полтораста. Далее следовали, повинуясь приходливым изгибам, подъемам и спускам Грибоедовского дома, правление Массолита, касса номер 2, 3, 4, 5, редакционная коллегия, председатель Массолита, бильярдная, различные подсобные учреждения, наконец тот самый зал склонады, где тетка наслаждалась комедией гениального племянника. Всякий посетитель, если, конечно, не был вовсе тупицей, попав в Грибоедово, сразу же соображал, насколько хорошо живется счастливцем членом Массолита, и черная зависть начинала немедленно терзать его. И немедленно же он обращал к небу горькие укоризны за то, что оно не наградило его при рождении литературным талантом, без чего, естественно, нечего было и мечтать овладеть членским Массолитским билетом, коричневым, пахнущим дорогой кожей, с золотой широкой каймой, известным всей Москве билетом. Кто скажет что-нибудь в защиту зависти? Это чувство в дренной категории, но все же надо войти и в положение посетителя, ведь то, что он видел в верхнем этаже, было не все, и далеко еще не все. Весь нижний этаж теткиного дома был занят рестораном, и каким рестораном? По справедливости он считался самым лучшим в Москве, и не только потому, что размещался он в двух больших залах со сочистыми потолками, расписанными лиловыми лошадьми со сирийскими гривами, не только потому, что на каждом столике помещалась лампа, накрытая шалью, не только потому, что туда не мог проникнуть первую попавшуюся с улицы человек, и еще и потому, что качеством своей провизии Грибоедов бил любой ресторан в Москве, как хотел, и что эту провизию отпускали по самой сходной, отнюдь не обременительной цене. Поэтому нет ничего удивительного в таком хотя бы разговоре, который однажды слышал автор правдивейших строк у чугунной решетки Грибоедова. — Ты сегодня ужинаешь, Амвросий? — Что за вопрос? — Конечно, здесь дорогой Фока. — Арчибальд, Арчибальдович! — шепнул мне сегодня, что будут порционные судачки в натюрель. — Виртуозная штука! — Умеешь ты жить, Амвросий! — со вздохом отвечал тощий, запущенный скарбунклум на шее Фока, румяно-губому гиганту, золотистоволосовому, пышнощекому Амвросию-поэту. — Никакого умения особенно у меня нету, — возражал Амвросий, — а обыкновенное желание жить по-человечески. — Ты хочешь сказать, Фока, что судачки можно встретить и в Колизее? — Но в Колизее порция судачков стоит 13 рублей 15 копеек, а у нас 5,50. — Кроме того, в Колизее судачки трехдневочные, и кроме того еще у тебя нет гарантии, что ты не получишь в Колизее виноградной кистью по морде от первого попавшегося молодого человека, ворвавшегося с театрального проезда. — Нет, я категорически против Колизея, — гремел на весь бульвар гастроном Амвросий. — Не уговаривай меня, Фока. — Я не уговариваю тебя, Амвросий, — пищал Фока. — Дома можно поужинать. — Слуга покорный, — трубил Амвросий, — представляю себе твою жену, пытающуюся соорудить в кастрюльке в общей кухне дома порционные судачки «Анна Тюрель». — Ги-ги-ги, аревуар, Фока. И, напевая Амвросий, устремился к веранде под тентом. — Эх, хо-хо-хо. Да, было-было. Помнят московские сторожилы знаменитого Грибоедова, что отвратные порционные судачки. Дешевка эта, милый Амвросий. А стерлядь, стерлядь в серебристой кастрюльке, стерлядь кусками, переложенные раковыми шейками и свежей икрой. А яйца Кок-Хот с шампиньоновым пюре в чашечках. А филеечки из дроздов вам не нравились с труфелями? Перепила по-гнуэски. Десять с полтиной. Да, джаз. Да, вежливая услуга. А в июле, когда вся семья на даче, а вас неотложные литературные дела держат в городе? На веранде, в теневьющегося винограда, в золотом пятне, на чистейшей скатерти, тарелочкой супа, принтаньер. Помните Амвросий? Ну что ж, спрашивать по губам вашим, вижу, что помните. Что ваши сишки, судачки? А дупеля, гаршны, бекасы, вальчны по присезону, перепила, кулики, шипящий в горле нарзан. Ну довольно, ты отвлекаешься, читатель. За мной. В половине одиннадцатого часа того вечера, когда Берлиоз погиб на патриарших, в Грибоедове наверху была освещена только одна комната, и в ней томились двенадцать литераторов, собравшихся на заседания и ожидавших Михаила Александровича. Сидящие на стульях и на столах, и даже на двух подоконниках в комнате правления Массолита серьезно страдали от духоты. Ни одна свежая струя не проникала в открытые окна. Москва отдавала накопленный за день в асфальте жар, и ясно было, что ночь не принесет облегчения. Пахло луком из подвала теткиного дома, где работала ресторанная кухня, и всем хотелось пить. Все нервничали и сердились. Белитрис Бескудников, тихий, прилично одетый человек с занимательными и в то же время неуловимыми глазами, вынул часы. Трелка по его злах к одиннадцати. Бескудников стукнул пальцем по циферблату, показал его соседу поэту двухбратскому, сидящему на столе, и от тоски болтающими ногами, обутыми в желтые туфли на резиновом ходу. — Однако, — проворчал двухбратский, — хлопец, наверное, на клязьме застрял, — густым голосом отозвалась Настя Лукинична Непременова. Московская купеческая сирота, ставшая писательницей и сочиняющая батальные морские рассказы под псевдонимом Штурман Жорж. — Позвольте, — смело заговорил автор популярных скетчей из Агрилов. — Я и сам бы сейчас с удовольствием на балкончике чайку попил, вместо того, чтобы здесь вариться. Ведь заседание-то назначено в десять. А сейчас хорошо на клязьме, — подзудило присутствующих Штурман Жорж, зная, что дачный литературный поселок Перелыгина на клязьме — общее больное место. — Теперь уж соловьи, наверное, поют. Мне всегда как-то лучше работать с загородом, в особенности весной. Третий год вношу денежки, чтобы больную базидовую болезнью жену отправить в этот рай. Да что-то ничего в волнах не видно, — ядовито и горько сказал новеллист Иероним Поприхин. — Это уж кому как повезет, — прогудел с подоконника критик Абабков. Радость загорелась в маленьких глазах Штурман Жоржа, и она сказала, смягчая свое контральто, — Не надо, товарищи, завидовать. Дача всего 22, и строится еще только 7, а у нас в Массолите 3000. — 3111 человек, — вставил кто-то из-за угла. — Ну вот видите, — проговорила Штурман, — что же делать? Естественно, что дачи получили наиболее талантливые из нас. — Генералы, — напрямик врезался в склоку, — Глухарев в сценарист. Бескутников, искусственно зевнув, вышел из комнаты. — Одни в пяти комнатах на Перелыгине, — вслед ему сказал Глухарев. Лаврович один в шести вскричал Денискин, и столовая дубом обшита. — Э-э-э, сейчас не в этом дело, — прогудел Абабков, — а в том, что половина двенадцатого. Начался шум, назревало что-то вроде бунта. Стали звонить в ненавистные Перелыгина, попали не на ту дачу, к Лавровичу. Узнали, что Лаврович уже ушел на реку, и совершенно от этого расстроились. На Абум позвонили в комиссию изящей словесности по добавочному номер 930, и, конечно, никого там не нашли. — Он мог бы и позвонить, — кричали Денискин, Глухарев и Квант. Ах, кричали они напрасно. Не мог Михаил Александрович позвонить никуда. Далеко, далеко от Грибоедова, в громадном зале, освещенном тысячесвечевыми лампами, на трех цинковых столах лежало то, что еще недавно было Михаилом Александровичем. На первом — обнаженное, в засохшей крови тело с перебитой рукой и раздавленной грудной клеткой. На другом — голова с выбитыми передними зубами, с помутневшими открытыми глазами, который не пугал резчащий свет. А на третьем — груда заскоружлых тряпок. Возле обезглавленного стояли профессор судебной медицины, логоанатом и его прозектор, представители следствия и вызванный по телефону от больной жены заместитель Михаила Александровича Берлиоза по Масолиту, литератор Жилдыбин. Машина заехала за Жилдыбином и в первом долгом вместе со следствием отвезла его, около полуночи это было, на квартиру убитого, где было произведено опечатывание его бумаг, а затем уже все поехали в морг. Вот теперь стоящие у останков покойного совещались, как лучше сделать, пришить ли отрезанному голову к шее или выставить тело в грибоедовском зале, просто закрыв погибшего нагло ходу подбородка черным платком. Да, Михаил Александрович никуда не мог позвонить, и совершенно напрасно возмущались и кричали Денискин, Глухарев и Квант с Бескутниковым. Ровно в полночь все 12 литераторов покинули верхний этаж и спустились в ресторан. Тут опять про себя недобрым словом упомянули Михаила Александровича. Все столики на веранде натурально оказались уже занятыми, и пришлось останавливаться и ужинать в этих красивых, но душных залах. И ровно в полночь в первом из них что-то грохнуло, зазвенело, посыпалось, запрыгало, и тотчас тоненький мужской голос отчаянно закричал под музыку. «Аллилуйя!» — это ударил знаменитый грибоедовский джаз. Покрытые испаренные лица как будто засветились, показалось, что ожили на потолке нарисованные лошади. В лампах как будто прибавили свету, и вдруг, как бы сорвавшись с цепи, заплясали оба зала, а за ними заплясала и веранда. Заплясал Глухарев с поэтестой Тамарой Полумесяц, заплясал Квант, заплясал Жуколов романист с какой-то киноактрисой в желтом платье, плясали Драгунский, Чердакчи, маленький Денискин с гигантской штурмом Джорджем, плясал красавица-архитектор семейкина Гал, крепко схваченный неизвестным в белых рогожных брюках. Плясали свои и приглашенные гости, московские приезжие, писатели Агана из Кронштадта, какой-то Витя Куфтик из Ростова, кажется, режиссер с лиловым лишаем во всю щеку. Плясали виднейшие представители поэтического подраздела Масолита, то есть Павианов, Богохульский, Сладский, Шпичкин и Адельфина Гуздяк. Плясали неизвестные профессии молодые люди в стрижке боксом, с подбитыми ватой плечами. Плясал какой-то очень пожилой с бородой, в которой застряла перышко зеленого лука. Плясала с ним пожилая, доедаемая малокровием девушка в оранжевом шелковом измятом платьице. Оплывая потом, официанты несли над головами запотевшие кружки с пивом, хриплые и с ненавистью кричали. «Виноват, гражданин!» Где-то в рубрике голос командовал. «Карский раз!» «Зубрик два!» «Пляки господарские!» Тонкий голос уже не пел, а завывал «Аллилуйя!» Грохот золотых тарелок в джазе иногда покрывал грохот посуды, которую судомойки по наклонной плоскости спускали в кухню. Словом, ад! И было в полночь ведение в аду. Вышел на веранду черноглазый красавец с кинжальной бородой во фраке и царственным взором окинул свои владения. Говорили мистики, что было время, когда красавец не носил фрака, а был опоясан широким кожаным поясом, из-за которого торчали рукояти пистолетов, а его волосы вороного крыла были повязанным алым шелком. И плыл в Карибском море под его командой Брик под черным гробовым флагом с Адамовой головой. Но нет, в гуд обольстители мистики, никаких карибских морей нет на свете, и не плывут в них отчаянные флебустьеры, и не гонится за ними корвет, не стелится над волной пушечный дым. Нет ничего, и ничего и не было. Вот чахлая липа есть, есть чугунная решетка, и за ней бульвар, и плавится лед в вазочке, и виды за соседним столиком налитой кровью чьи-то бычьи глаза, и страшно, страшно. О боги, боги мои, яду мне, яду. И вдруг за столиком вспорхнуло слово. Берлиоз! Вдруг джаз развалился и затих, как будто кто-то хлопнул по нему кулаком. Что? 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 Берлиоз? И пошли вскакивать, пошли вскакивать. Да, взметнулась волна горя при страшном известии Михаила Александровича. Кто-то суетился, кричал, что необходимо сейчас же, тут же, не сходя с места, а составить какую-то коллективную телеграмму и немедленно послать ее. Но какую телеграмму спросим мы и куда, и зачем ее посылать? В самом деле, куда? И на что нужна какая бы то ни была телеграмма тому, чей расплющенный затылок сдавлен сейчас в резиновых руках прозектора, чью шею сейчас колет кривыми иглами профессор? Погиб он, и не нужна ему никакая телеграмма. Все кончено, не будем больше загружать телеграф. Да, погиб, погиб. Но мы-то ведь живы. Да, взметнулась волна горя, но подержалась, подержалась и стала спадать. И кое-кто уже вернулся к своему столику и сперва украдкой, а потом и в открытую выпил водочки и закусил. В самом деле, не пропадать же куриным котлетам, да валяй. Чем мы поможем Михаилу Александровичу? Тем, что голодными останемся? Да ведь мы-то живы. Натурально рояль закрыли на ключ. Джаз разошелся. Несколько журналистов уехали в своей редакции писать некрологию. Стало известно, что приехал из морга Жилдыбин. Он поместился в кабинете покойными наверху, и тут же прокатился слух, что он и будет замещать Берлиоза. Жилдыбин вызвал к себе из ресторана всех 12 членов правления, и в срочно начавшемся в кабинете Берлиоза заседании приступили к обсуждению неотложных вопросов об убранстве колонного Грибоедовского зала, о перевозе тела из морга в этот зал, об открытии доступа в него и о прочем связанном с прискорбным событием. А ресторан зажил своей обычной ночной жизнью и жил бы ею до закрытия, то есть до 4 часов утра, если бы не произошло нечто, уже совершенно изряд вон выходящее и поразившее ресторанных гостей гораздо больше, чем известие о гибели Берлиоза. Первыми заволновались лихачи, держуриевшие у ворот Грибоедовского дома. Слышно было, как один из них, приподнявшись на козлах, прокричал «Тю, вы только поглядите!» Вслед за тем, откуда ни возьмись, у чугунной решетки вспыхнул огонечек и стал приближаться к веранде. Сидевшие за столиками стали приподниматься и всматриваться, и увидели, что вместо этих огонечков шествует к ресторану белое привидение. Когда оно приблизило их к самому трелиежу, все как застенели за столиками с кусками стерлядки на вилках, вытращив глаза. Суицар, вышедший в этот момент из дверей ресторана и вешалки во двор, чтобы покурить, затоптал папиросу и двинулся было к привидению с явной целью преградить ему доступ в ресторан, но почему-то не сделал этого и остановился, глуповато улыбаясь. И привидение, пройдя в отверстие трельяжа, беспрепятственно вступило на веранду. Тут все увидели, что это никакое не привидение, а Иван Николаевич бездомный, известнейший поэт. Он был босс в разобудранной белой толстовке, какой на груди английской булавкой была приколота бумажная иконка, со стершейся изображением неизвестного святого и в полосатых белых кальсонах. В руке Иван Николаевич нес зажженную венчальную свечу. Правая щека Ивана Николаевича была свежая и зодрана. Трудно даже измерить глубину молчания воцарившегося на веранде. Видно было, как у одного из официантов пиво течет из покосившейся на кружке на пол. Поэт поднял свечу над головой и громко сказал «Здорово, други!» После чего заглянул под ближайший столик и воскликнул тоскливо «Нет, его здесь нет». Послышались два голоса. Бас сказал безжалостно «Готово дело, белая горячка!» А второй, женский испуганный, произнес слова «Как же милиция-то пропустила его по улицам в таком виде?» Это Иван Николаевич услыхал и отозвался. «Дважды хотели задержать в скатерном и здесь, на Бронной. Да я махнул через забор и видеть, и щеку изорвал. Тут Иван Николаевич поднял свечу и скричал «Братья по литературе!» Осипший его голос и окрепый стал горячей. «Слушайте меня все!» «Он появился!» «Ловите же его немедленно, иначе он натворит неописуемых бед!» «Что? Что?» «Что он сказал? Кто появился?» Понеслись глаза со всех сторон. «Консультант!» «Ответил Иван. «И этот консультант сейчас убил на патриарших Мишу Берлиоза!» «Здесь из внутреннего зала повалил на веранду народ!» «Вокруг Иванова огня сдвинулась толпа!» «Виноват! Виноват! Скажите точнее!» «Послышался над ухом Ивана тихий и вежливый голос!» «Скажите, как это убил? Кто убил?» «Иностранный консультант! Профессор и шпион!» Озираясь отозвался Иван. «А как его фамилия?» «Кто-то!» «Фамилия!» В тоске крикнул Иван. «Как бы я знал фамилию!» «Не разглядел я фамилию на визитной карточке!» «Помню только первую букву!» «Ве» «Наве» «Фамилия» «Какая же это фамилия на Ве?» Схватившись рукой залоп, сам у себя спросил Иван и вдруг забармотал. «Ве-ве-ва-во-во-вешнер-вагнер-вайнер-вегнер-винтер-волосы на голове Ивана стали ездить от напряжения. «Вульф?» «Жалостно выкрикнула какая-то женщина». Иван рассердился. «Дура!» Прокричал он еще глазами крикнувшую. «При чем здесь Вульф?» «Вульф ни в чем не виноват». «Во-во, нет!» «Так не вспомню». «Ну вот что, граждане, звоните сейчас же в милицию, чтобы высылали пять мотоциклетов с пулеметами, профессора ловить. Да не забудьте сказать, что с ним еще двое. Какой-то длинный клетчатый, пенснетресного и кот черный, жирный. А я пока что обыщу Грибоедова. Я чую, что он здесь». Иван впал в беспокойство, растолкал окружающих, начал размахивать свечой, заливая себя воском и заглядывать под столы. Тут послышалось слово доктора. И чье-то ласковое мясистое лицо, бритое и упитанное в роговых очках, появилось перед Иваном. Товарищ бездомный, заговорил это лицо юбилейным голосом. «Успокойтесь. Вы расстроены смертью всеми нами любимого Михаила Александровича. Нет, просто Миши Берлиоза. Мы все это прекрасно понимаем. Вам нужен покой. Сейчас товарищ проводит вас в постели, вы забудетесь». «Ты», оскалившись, перебил Иван, «понимаешь ли, что надо поймать профессора, а ты лезешь ко мне со своими глупостями, кретин». «Товарищ бездомный, помилуйте», ответил лицо краснее, опять если уже раскаиваясь, что взялось за это дело. «Нет уж кого-кого, а тебя не помилую, с тихой ненавистью, сказал Иван Николаевич». Судорога исказила его лицо, он быстро перевожил свечу из правой руки в левую, широко размахнулся и ударил участливое лицо по уху. Тут догадались сброситься на Ивана и бросились. Свеча погасла и очки, соскочившие с лица, были мгновенно растоптаны. Иван испустил страшный боевой вопль, слышный к общему соблазну даже на бульваре, и начал защищаться. Зазвенела падающая со столов посуда, закричали женщины. Пока официанты вязали поэту полотенцами, в раздевалке шел разговор между командиром Брига и швейцаром. «Ты видел, что он в подштанниках?» Холодно спрашивал пират. «Да ведь Арчибальд Арчибальдович труся, отвечал швейцар. Как же я могу их не допустить, если они член Массолита?» «Ты видел, что он в подштанниках?» повторял пират. «Помилуйте, Арчибальд Арчибальдович», Багровей говорил швейцар. «Что же я могу поделать? Я сам понимаю, на веранде дамы сидят». «Дамы здесь ни при чем. Дамам это все равно», отвечал пират, буквально сжигая швейцарами глазами. «А это милиция не все равно. Человек в белье может следовать по улицам Москвы только в одном случае, если он идет в сопровождении милиции и только в одно место, в отделении милиции. А ты, если швейцар, должен знать, что увидев такого человека, ты должен немедленно, не секундно на теженать свистеть». «Ты слышишь?» А полоумивший швейцар услыхал с веранды уханье, бой посуды и женские крики. «Ну что с тобой сделать за это?» спросил флибустьер. Кожа на лице швейцара приняла тифозный оттенок, а глаза помертвели. Ему померещилось, что черные волосы, теперь причесанные на пробор, покрылись огненным шелком. Исчезли пластронный фраг, и за ременным поясом возникла ручка пистолета. Швейцар представил себя повешенным на форс-марс-арее. Своими глазами увидел он свой собственный высунутый язык и безжизненную голову, упавшую на плечо, и даже услыхал плеск волны за бортом. Колени швейцара подогнулись, и тут флибустир сжалился над ним и погасил свой острый взор. Смотри, Николай, это в последний раз. Нам таких швейцаров в ресторане даром не надо. Ты в церковь сторожем поступи. Проговорив это, командир скомандовал точно, ясно и быстро. Пантелея из буфетной, милиционера. Протокол в машину, в психиатрическую. И добавил, свести. Через четверть часа чрезвычайно пораженная публика не только в ресторане, но и на самом бульваре и в окнах домов, выходящих в сад ресторана, видела, как из ворот Грибоедова, Пантелей, швейцар, милиционер, официант и поэт Рюхин выносили с пеленатого как куклу молодого человека, который, заливаясь слезами, плевался, норовя попасть именно в Рюхина, давился слезами и кричал «Сволочь!» Шофер грузовой машины со злым лицом заводил мотор. Рядом лихач горячил лошадь, бил ее по крупу с сиреневыми вожжами и кричал «А вот на беговой я возил в психическую!» Кругом гудела толпа, обсуждая невиданное происшествие. Словом, был гадкий, гнусный, соблазнительный, свинский скандал, который кончился лишь тогда, когда грузовик унес на себя отворот Грибоедова несчастного Ивана Николаевича, милиционера, Пантелея и Рюхина.